Привет всем! С вами я, Асаб Бендер, и сегодня мы поговорим, что же лучше, пистолет Ерыгина Грач или же 5-7. Для начала немножко с ними поиграем, потом пройдемся по их характеристикам, и надо определить, что же лучше. Многие задаются этим вопросом, и именно в этом видео я собираюсь дать ответ на этот серьезный вопрос. Давайте немножко для начала посмотрим, как себя в бою ведет 5-7. Ну, скажем так, это первый был пистолет, который добавили в игру, именно 100 урона и обоймов 20 патронов. Так что, можно сказать, он у нас первопроходец, и тогда у него не было равных конкурентов. Что хочу сказать, мне данный пистолет не очень понравился из-за своей динамики стрельбы и перезарядки. Конечно, может кто-то его считает топ-пушкой number one, но мне он некомфортен, и с ним я себя чувствую ненадежно, скажем так, можно сравнить. Да, пистолет хорош, причем очень даже хорош. Я считаю, что он один из достойнейших пистолетов, который может быть в раре за варбаксы. Но, я сначала думал еще в этот топ включить Вальтер П-99, но потом решил, что Вальтеру тут делать нечего. Со своей точностью он однозначно будет на первом месте. К тому же он не приобретается навсегда, а эти два пистолета можно приобрести навсегда. Ну, кроме тех случаев, когда там этот Вальтер выпал за вулкан 2D навсегда. Больше его никак нельзя навсегда приобрести. Ну, и сами видите, да, с этим пистолетом можно и нужно нагибать, но, на мой взгляд, он на любителя. Играть с ним нужны некоторые навыки. Хотя, если честно, для любого оружия нужны навыки, даже для того же самого Юсаса, кто бы что ни говорил. И линии для Юсаса, для того же самого формального Ктарчика. Да, использую я глушитель для того, чтобы не палиться на радаре, но, сами видите, пистолет, да, довольно веселенький. И играть с ним мне не составляет какого-то особого труда. С ним можно спокойно играть в двойку, в тройку, даже против тех чуваков, которые используют Сиг Сауэры. Его можно эффективно применять, но, не знаю почему, именно с ними я себя чувствую как-то некомфортно. В принципе, про этот пистолет особо добавить мне больше нечего. Он хорош, но вот перезарядка у него кошмарная. Просто, ее визуализация это очень долго, но, во-вторых, уже очень она по-уросски выглядит. А стрелять вот так вот по шишкам можно с любого пистолета. От бедра. Ну что, давайте о граче, что ли, поговорим? Когда только добавили этот пистолет, точнее, еще до того, как его добавили, все бомбили. Зачем добавлять пистолет, аналогичный 5-7? Я тоже так думал, но... После того, как я его взял в руки, я понял, что это то, что мне нужно. Быстрая перезарядка. Если говорить по характеристикам, то отличаются они довольно косметически. А по характеристикам чуть позже пройдемся. Но показывает он себя в бою, на мой взгляд, и получше 5-7. И мне с ним играть комфортнее. Но это моя точка зрения. И если вы с ней не согласны, то я потом порекомендую, что делать. Если вы все-таки не считаете то, что я тут приведу, серьезным. Так. Конечно, тпшнуло тут. Очень даже хреновисто. Да. Так, ну что. И сами видите, я тут зашел. Это мой первый матч был за сегодняшний день. Однако уже серия в 7 фрагов. И... Все довольно неплохо. Данный пистолет способен нагибать. Помню, когда его еще только добавили. Я с ним гонял так, что... Зашел где-то в половину боя на мясорубку. И... Вышел на первое место с этим пистолетом. Но... Мы посмотрели, как они себя показывают в бою. Оба пистолета ведут себя очень даже достойно. Кто бы что ни говорил. Поэтому я не могу не прибегнуть к такой схеме, как рассмотреть их характеристики. Так. Сейчас они будут на экране. Так, стоп. Не понял. Характеристики. Вы где? Так. Ну-ка. А, вот. Все. Появились. Вот пистолет-играч. У него побольше урона, поменьше дальности и поменьше темпа стрельбы. Точность тоже отличается. Ну, зато у него больше боезапас. И... Да. Хоть они и отличаются косметически, но показывают себя в геймплее по-разному. Я никогда не думал, что 5 единиц урона будут настолько заметны. Просто я беру грач и... Все. Все отъезжают. Ну, или практически все. Вы сами видели, что это было. Я тогда зашел. Я сейчас играю, в общем-то, 1-2 матча в день. Я зашел. Сразу же включил запись. Хопа. Серия минус 9. Без разминки и без всякой хренотени прочей. Хотя, если честно, с 5-7 такая же хренотень. Но... Еще немножко, как тут написано, отдача его. Если да, у 5-7 может и посильнее ствол задирает. Я как-то на это особо внимания не обратил. И может из-за его отдачи мне грач более комфортен. Так, ну что. В итоге у нас возникает вопрос. Что же выбрать? Я рекомендую вам выбрать пистолет Ерыгина Грач. Но, если же вы все-таки сомневаетесь, то я рекомендую попробовать поиграть с двумя этими пистолетами. И определиться, что лично для вас будет лучше. Все-таки, как говорят, на вкус и цвет товарищей нет. Ну, а если вам грач по какой-то из причин не выпадает, то можно вполне неплохо нагибать с 5-7. 5-7 весьма достойная конкуренция этому пистолетику. И с него можно очень даже нехило нагибать. Как и со всего любого оружия в нашей любимой Ефре. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Рекомендую досмотреть вот этот раунд с Випря. Не буду спойлерить, но там будет очень чётенький эйс. И также после этого будет то, что осталось за кадром. Ну, а я пошёл. Всем спасибо. Всем пока-пока, братюни. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok